Красные дипломы вручили выпускникам-отличникам Казанского Федерального Университета. Я думаю, они еще скажут свои слова и в науке, и в образовании, да и в постседневной нашей жизни. В Елабужском институте Казанского Университета завершилась смена детского лагеря «Интель-Лето». Новые друзья, новые отношения, новые вожаты. И многие интересные мероприятия, всякие кружки, занятия. Ботанический сад Казанского Федерального Университета посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России. Конечно же, когда собираются такие специалисты в одном месте, это огромный опыт, который будет использоваться уже в дальнейшем для передачи нашим студентам, нашим коллегам и, конечно, для саморасвития. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Энджи Минибаева. В Императорском зале Музея истории Казанского Федерального Университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов бакалаврам и магистрам Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Выпускников поздравили первый проректор КФО Рияс Минзарипов и директор ИТИС Михаил Абрамский. Ректор Ильшат Гафуров вручил красные дипломы 50 выпускникам-отличникам Казанского Университета. Торжественная церемония прошла во дворе главного здания. Студенты программы бакалаврията и магистратуры долго и упорно шли ко дню получения дипломов. Руководство Казанского Университета сделало все возможное, чтобы этот праздник запомнился им на всю жизнь. Ильшат Гафуров поздравил выпускников и пожелал им удачи. Это не только отличники учебы, это люди, которые всей своей жизнью показывали преданность университету и занимались творческой деятельностью, спортивной. Они активно участвовали во всех тех преобразованиях, которые в эти годы шли в университете. Они вместе с нами переживали неудачи, вместе с нами радовались нашим успехам. Я думаю, они еще скажут свои слова и в науке, и в образовании, да и в повседневной нашей жизни. Во время вручения красных дипломов отметили и лучших из лучших выпускников, которые принимали участие во всевозможных конкурсах во время обучения. Студенчество в стенах Казанского университета прошло ярко и насыщенно, и оно навсегда останется в наших сердцах. Немного грустно прощаться со студенчеством, но когда понимаешь, что за спиной поддержка и опора в лице Казанского университета, понимаешь любые испытания по плечу. Я не могу представить, что 4 года моего образования в Казанском университете пролетели так быстро, незаметно, и самое главное, кайфово, качественное образование и лучшие друзья, которые я встретил здесь, именно в Казанском университете. Благодарю всех, кто участвовал в моем участии, в моем образовании, и кто вкладывал, инвестировал в меня. В завершении мероприятия выпускники подарили гостям песню и, конечно же, сделали фотографии на память. Будущим выпускникам я бы хотел пожелать, наверное, самоопределения, чтобы каждый понимал, что он действительно будет делать после того, как выпустится, потому что это самое главное, наверное, в жизни, и не бояться перемен. Абитуриенты, которые будут поступать в этом году в наш федеральный университет, они не пожалеют ни на сколько, потому что они обеспечены всем и знаниями, и мероприятиями, и всем, что хотят получить от студенчества в принципе. Напомним, что в 2021 году Казанский университет с учетом филиалов в набережных Челнах и Елабуге окончили порядка 9 тысяч выпускников, около 6 тысяч бакалавров, более 2400 магистров и более 400 специалистов. Из них диплом с отличием получили 2706 выпускников. Молодые ученые Казанского федерального университета стали победителями конкурсов 2021 года на получение грантов по мероприятиям проведения инициативных исследований молодыми учеными и проведения исследований научными группами под руководством молодых ученых и конкурса продления проектов молодежных групп 2018 года президентской программы исследовательских проектов. Смена детского лагеря «Интеллета» завершилась в Елабужском институте Казанского федерального университета. Смотрим. Космическое путешествие в мир удивительных открытий подошло к концу. В течение трех недель ребята от 7 до 14 лет посещали занятия по физике, дизайну, литературе, математике, побывали в музее Хелабужского института. В честь закрытия смены ребята подготовили праздничный концерт для вожатых и родителей. Мы первый год, «Интеллета» нам очень понравилось, ребенку очень понравилось. Севушка, иди сюда. То, что не просто был отдых, а отдых был интеллектуальный и спортивный. В течение смены старшие отряды познакомились с Домом научной коллаборации имени Камиля Валиева Казанского федерального университета, где занимались робототехникой, 3D-моделированием, графическим дизайном. Младшие отряды создавали собственные мультфильмы, посетили студию «Пластилин Продакшн», а также стали участниками тренинга «Мегамозг». Я здесь уже не первый год. И с каждым годом здесь все меняется. Новые друзья, новые отношения, новые вожаты. И многие интересные мероприятия, всякие кружки, занятия. По завершении церемонии закрытия «Интеллета» участникам смены выручили сладкие подарки и пригласили стать завсегдатаями Детского университета и мероприятий в Доме научной коллаборации имени Камиля Валиева. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Учителя лицеев Казанского федерального университета стали обладателями премии «Лучший учитель Республики Татарстан» за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. Одной из них стала учитель информатики IT-лицея Казанского университета Елена Митясева. Напомним, что данной премии она удостоилась еще и в 2014 году. Елена Кирсанова, преподаватель по иностранному языку улице имени Лобачевского, в конкурсе участвует первый раз. И для нее эта премия стала особенно радостным событием. Церемония награждения победителей состоится в День учителя. Огромное спасибо детям, кто слышит меня, кто понимает меня и слушает, делает то, что я делаю. Вот именно это сотрудничество дает победу в этих грантах. Благодарность руководству Казанского федерального университета за возможность профессионального развития, за возможность участия в различных конкурсах. И благодарность администрации лицея по главе с директором Еленой Германовской на ценой за помощь в ходе подготовки к конкурсу. Стали известны имена победителей и призеров международного финала Олимпиады Иннополис Open Robotics 2021 по профилям «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы» и «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», учащиеся СУНС-АйТи-лицея Казанского федерального университета в их числе. Ботанический сад Казанского федерального университета посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России Москвы, Уфы, Перми, Екатеринбурга и других. Все подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Специалисты-представители Бюро Совета ботанических садов России и стран СНГ собрались, чтобы посмотреть на сам ботанический сад Казанского федерального университета, ознакомиться с его деятельностью, коллекцией и, конечно, обсудить те вопросы и перспективные планы, которые возможно в данном направлении развивать. Конечно же, когда собираются такие специалисты в одном месте, это огромный опыт, который будет использоваться уже в дальнейшем для передачи нашим студентам, нашим коллегам и, конечно, для саморасвития. Региональный совет ботанических садов по Волжье и Урала ежегодно проводит свои выездные сессии. Каждый год представители ботанических садов встречаются в одном из городов на базе ведущих ботанических садов региона. Председатель совета ботанических садов Урала и по Волжье Зинур Шигапов приезжал сюда последний раз в 2011 году. По его словам, ботанический сад Казанского университета изменился в лучшую сторону. Резко увеличилось число коллекций. Сейчас более 1700 таксонов древесных, травянских растений и растений оранжерейных, то есть тропийские и субтропийские растения. Это уже хороший объем коллекций. С этой коллекцией можно проводить научные исследования. Это очень крупная, хорошая база для ведения полноценной образовательной деятельности, для просветительской деятельности. Много новых экспозиций созданы. Дендрария хорошая, прянормантический сад, аптекарский огород. То есть это все коллекции, которые напрямую работают и на научные исследования, и для работы студентов. А вот Светлана Денисова, старший научный сотрудник Южноуральского ботанического сада, отмечает работу персонала Казанского университета. В ботаническом саду Казань я первый раз поражена той работой, которую проделали сотрудники. Ожидали немножко меньшего, но результат, который мы сегодня увидели, нас просто поражает. Очень хорошо они пополнены коллекцией. Особенно важно то, что работают очень самоотверженные люди, которые полностью отдают себя, своей работе абсолютно. Елизавета Никитина, Ленарда Влитияров, Универньюс. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова